Продолжение следует... Граждане подписчики, я вас категорически приветствую в новом видео на своем заброшенном основном канале. И сегодня мы вместе с вами перенесемся из декабря 2023 года куда? Правильно, в конец 2020. Очень интересная будет история, поэтому присаживайтесь поудобнее и я вам сейчас все расскажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На самом деле очень сложно спустя такое длительное время возобновлять хронологию событий, потому что столько событий произошло, просто жесть. Но это мне нужно для того, чтобы логически я мог продолжить вести этот канал, чтобы вам было интересно смотреть. Вот. И, собственно говоря, сейчас я вам все буду рассказывать по порядку. Откуда взялся Мерседес? Я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Как я его привозил, как я его ремонтировал. Итак, как я пришел к покупке этого Мерседеса? Мне всегда нравилась марка Мерседес. Не все модели, а именно Мерседес С-класса и все его вариации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему я решил купить именно этот автомобиль? Потому что мне нравится его дизайн, мне нравится, как он выглядит. Мне нравится, что он атмосферный V8 на заднем приводе. И, по моему мнению, он как бы кайфовый в плане управляемости. Можете со мной поспорить в комментариях. Я буду не против, так сказать. Есть у меня GT Mitsubishi 3000 GT. Это полный привод V6 Twin Turbo. Есть у меня бусик. Это тоже V6. Передний привод без турбо. Ну и я решил вот себе сделать такой как бы подарок в виде настоящего AMG. Я не буду углубляться, но те, кто интересовались, те, кто знают. Автомобиль, в котором стоит такой двигатель, первый самостоятельный двигатель от компании AMG. Это 156-й мотор. Только из-за этого я и решил себе приобрести данный автомобиль. Ну и, как обычно, у нас же с вами мухоморская схема. Сомнительно, но окей. Надо купить дешево. Собственно говоря, я начал искать и нашел автомобиль, который продавала девушка. Как ни странно. Дальше я вам все расскажу, что там была за девушка. И это был самый низ рынка. В ноябре, точнее нет, в октябре 2020 года эта машина стоила, точнее, но я ее купил. Стоила она дороже. Мы там торговались. Я ее купил за 700 тысяч рублей. По курсу на ноябрь 2020 года это вот такая сумма. Перевел деньги, не видя автомобиля, не зная продавца. Но мы с ней общались, правда, и по видеосвязи. Она мне машину показывала, и фотографии скидывала, и много-много раз созванивались. В общем, я проанализировал и понял, что вроде бы девушка порядочная. С ней проблем никаких не должно и быть. Ну и в целом все, в принципе, так и случилось. Отправил доверенность, машину на меня зарегистрировали. Да, к слову, я купил ее в Краснодарском крае. И мне ее на автовозе привезли, получается, в конце ноября, в начале декабря. Все, короче, загрузили пачку. По-моему, да, в первых числах декабря 2020 года она уже была у меня возле гаража. Помогал мне с этим процессом мой подписчик хороший. Сначала машина приехала к нему в Минск. В Минске мы заменили резину, потому что резина была лысая, просто лысая, стертая. Но на этих машинах это нормальное явление. И через некоторое время уже он мне ее перегнал своим ходом. Мы встретились с ним в нейтральной полосе на границе. Ну и, собственно говоря, я ее забрал и пригнал в гараж. Сразу же, сразу же, как мы пригнали автомобиль. На тот момент еще у меня был болт. Для тех, кто не знает, болт это такой мой выдуманный, вымышленный персонаж. Э, бля, от машины отошел. Который, ну, как знаете, в топ гир был стиг. Вот так же у меня был болт. Это человек, который со мной работал, делал автомобили, мои проекты. И параллельно мы еще какие-то машины делали для подписчиков, для клиентов. Вот. И, соответственно, вот как бы мы с ним работали. Забегая вперед, болтов было двое. Дальше чуть-чуть расскажу, что с ними произошло. Собственно говоря, поэтому и решил серию видео таких снять. И да, это опять будет сериал. Начало декабря 2020 года. Я радостный приехал в гараж. И мы начали разбираться с автомобилем. Значит, первично, когда я покупал, в объявлении было указано следующее. Что автомобиль троид, нужна замена цепи ГРМ, машина после града. Субтитры сделал DimaTorzok Горел чек-энжин, машина тряслась. И я наивный думаю, а, наверное, эта девушка не разбирается. Сейчас мы поменяем свечи, сейчас мы поменяем там катушки. Собственно говоря, и все будет хорошо. Но наивные, так сказать, мои мечты и желания не оправдались. В общем, исправление первых косяков Мерседеса. Мы, наконец-таки, пригнали его в наш гараж. И сейчас я вам быстро расскажу, в чем основная проблема. Которую нужно, прямо в первую очередь, устранить. Значит, само собой, само собой, это горящий чек. Сейчас я продемонстрирую. Пишет датчик охлаждения, долить жидкости. 80, плюс 85 градусов показывает. Внешний градусник, внешней температуры. И сейчас вот я заведу и покажу, как он работает. Вот, видите, как его колбасит. Вот эта вот половина работает с перебоями. Вот, 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 вот. Прям его колбасит конкретно. То есть половина мотора не работает, считайте. Вот такая вот ситуация. Даже выхлопная болтается. Хотя, V-образный мотор, он самый сбалансированный. И должен работать вообще мягко-мягко. Такая вот ситуация. Значит, сейчас будем разбирать потихоньку, аккуратненько. И сейчас покажу, что я купил. Вот тут целый мешок. Можно сказать, что это такое, ну, не глобальное, а такое ТО, короче. Я купил 4 катушки новых фирма. Ну, за рекламу не платили, короче, не буду называть слух. Но вы и так, наверное, догадались. Датчик внешней температуры. Вот он такой вот маленький. Из-за него тоже некорректно работает мотор. Масляный фильтр. Так, это что у нас? Это воздушный фильтр. Это салонные фильтра. Две штуки. Еще одна катушка. Значит, масло в задний редуктор. Масло в гидроусилитель. И 8 свечей, короче. Свечи хорошие, дорогие. Вот. Сколько это все стоило, чуть позже скажу. А, ну и 10 литров масла, так как в эту машину заливается 9 литров. И я решил взять 10, чтобы... Ну, так было дешевле. И, в общем, чтобы 1 литр был, на всякий случай, на доливку. Вот. За рекламу не платили, поэтому показывать много названий брендов не буду. Собственно говоря, что еще? Сейчас пока устраним самые-самые вот такие нужные недочеты, да? Чтобы машина хотя бы нормально передвигалась, не дрыгалась, не расходовала 40 литров бензина на половине мотора. Опять же, это очень вредно для катализатора, когда не сгоревшее топливо льется туда. Правильно же? Сырое, правильно. Везите закапывать, да? Так, ну и тут как бы есть много-много мелочей. Конечно, машина куплена под проект. Я планирую про нее периодически снимать такой а-ля дневник. Не знаю, надо придумать название. Может быть, вы мне поможете. Придумайте кличку этой машине или название, я не знаю. Вот. Мелочей, конечно, здесь еще всяких разных много. Но это уже такие мелочи, которые на скорость не влияют. Это, скорее всего, эстетическая сторона. Например, вот капот там градом побитый, крыша чуть-чуть градом побита. Это все как бы такое. Ну, на скорость не влияет, опять же. Основное, чтобы мотор... Коробка здесь отличная. Ходовая отличная. Вот мотор чуть-чуть захромал. Сейчас попробуем мы его оживить, взбодрить. Вот. Ну, поменяем масло, фильтры. В общем, все, что я показал. А дальше уже будем смотреть. Это такой стартовый набор, так скажем, юного владельца АМГ. Такие вот дела. В общем, сейчас будем потихоньку разбирать. Так, какие есть еще проблемы по этому автомобилю, в частности, по двигателю? Тут пробег уже 140 тысяч. Это, кстати, пробег оригинальный. Я, когда покупал машину, полностью проверял по всем базам и так далее. Значит, тут надо менять цепь ГРМ. Надо делать ревизию ванусов. Специальные заказываются такие пластины. Я их уже заказал. Дальше покажу вам, как это все делается. И, надеюсь, вам будет это интересно. Вот. Такая моя задумка, чтобы показать, как вот жить с такой машиной, с необычной, с дорогой, где можно сэкономить, где можно что-то там придумать. Вот. В принципе, пока вот, ну, вот недорого все стоит на эту машину. Ну, как, чуть-чуть дороже, чем на обычную какую-то, я не знаю, BMW, например, пятерку или семерку. Сверхъестественного ничего нет. На эту машину, единственное, дорогие тормоза, потому что они идут только оригинальные. Вот. Но, ну, как бы, чаще всего оригинальные. И их можно доступно быстро купить. Но есть и аналоги. Я их, в принципе, нашел. Но там немножко надо будет дорабатывать. Дорабатывай! Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребята, в общем, сейчас я спущусь в яму. И мы вместе с вами посмотрим, что тут происходит. Первый раз заглядываю. Первый раз. Первый класс. Так, ну, в принципе, выглядит все более-менее. Более-менее. Масла нигде нет. Кстати, я масло для редуктора купил, поменяем там 2 литра. В редукторе, я думаю, масло уже никто давно не менял. Опа! Идем дальше. Так. По ходовой все нормально. Не, нормально, он с пыльником. Пыльник, да? Ага. Шаровая. Так, шаровая. С этой стороны. С этой стороны вроде бы нормальный пыльник. Мортицовый. Так, а это что, рваный что? Амортики. Ага. Более-менее тут, как бы, ничего. Завтра будет мокрое. Ничего, что, завтра будет мокрое. Не, масло надо. Смотрите, я поменял уже сам датчик температуры внешней. Вот он здесь вот так вот болтался, штекер. Вот я его поставил новый. Но он должен защелкиваться в бампер. Что мы решили? Бампер скинем, да? Скинем всю морду. Скинем всю морду? Да. Вот там болталась вот так лампочка с протиотуманкой. И она могла подпалить пластмассу. Ну, это такие мелочи, как бы. Давай сперва свечи-провода. Чтобы он просто нормально мог ехать, да. А там... Чтобы потом уже, да, можно было так потихоньку-потихоньку. Не, ну, по-любому морду скидывать. Не, не, смотри, вишь, нормально. Здесь надо все это греть. Все это выставлять. И там под левой фарой тоже надо греть. Ну, хотя бы так. Здесь мы этот за... Катализаторы на месте. Вырежу. Вырежу. Ну, в принципе, так вот поднищу пластик весь. Более-менее. Вот там только чуть задранный. Если отдать к Валде на перевозку, к ней будет задранный. Да, 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 да. Нет, эта машина к ней никогда не попадет. Так, вот там чуть-чуть содрано. Защита эта. Какие-то мелочи. Резину я новую уже поставил. Слушай, ну, можно на Горюной же купить. На самом деле, вот это все продается. На АМГ. Я понял. Нет. Не купим, да? Это все только на заказ. Но у нас есть eBay. На eBay есть просто все. Реально все. Ну, тогда лучше заклеим. Я бы даже купил и катушки на eBay. Только они будут идти долго, неделю. А тут я поехал и забрал, знаешь. Ну, а эти пластики, их можно заказать. Они как бы, ну... Нет, заклеим. Им не к спеху. Так, что еще? Ну, вот такие вот косяки по машине. Ну, как обычно, короче. Когда уже машина у владельца, которому она неинтересна, он уже так к ней относится. Вот эти все лампочки висячие. Нету термометра. Блин, это вообще жесть. Короче. Сделаем. Нальфи тоже надо дачки менять. Ноль градусов показывает. Да? Да, он стоит там 5 евро. Все, ладно. Будем делать дальше. Но у нас пока нет головки на 14. Завтра будет. В общем, проблема такая. Сняли катушки, хотели выкрутить свечи. Взяли головку на 14. Из нашего чудо-набора. Где она тут? Вот она, да? А, это 16. Вот она. Вот такая головка. Типа свечная. Подходим. Опа. И она не вставляется. Такие дела. Завтра покупаем головку. И продолжаем на наше маленькое ТО. В общем, поменяли датчик внешней температуры. И теперь у нас показывает правильное значение гаража плюс 8. Плюс 8 в яме. А, в яме, да, от ямы. Да, 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 да. Вот так вот. Теперь уже будет работать адекватно климат, потому что до этого климат не работал нормально. Соответственно, и будет блок, моторный блок, компьютер. правильно понимать, что на улице не жара плюс 85, а прохладно. И будет давать правильную смесь. Такие вот дела. И нашли, где сочится антифриз. Вот здесь вот на соединении, вот на этом большом шланге. Там, видать, какое-то кольцо, да, прокладка. Там кольцо, в какой-то резиновой тоникой стоит. Да, резиновое тоникой кольцо. Короче, вот его надо будет посмотреть, поменять. Либо, может быть, на гермет. Или кольцо поменять, да? Да. Кольцо поменяем, и все будет нормально. В общем, машина оказалась в более лучшем состоянии, чем я себе мог представить. Так что, еще потом мы махнем цепь, переберем ваносы, и будет прям самолет. Погаснет чек. Итак, день второй. Мы продолжаем. Мы купили специальную головку. Вот такая вот тоненькая удлинитель. Это 3,8, да? Переходник. Может, 3,4. Купили вот такое зеркало с подсветкой, чтобы заглядывать в потаенные уголки любого мотора. Вижу, вижу, да. Вот, вижу, вижу. А глаза-то не пролезет. Понятно, и рука тоже. Так, в общем, сейчас покажу, как в каком состоянии свечи были. Ну, такие они чуть-чуть, как говорится. Но это из-за того, что не работали они, понимаешь? Мокрые. Да, они мокрые. То есть, дело в катушках, скорее всего. Но я уже решил поменять свечи, чтобы об этом не думать. То есть, эти свечи еще, я думаю, они, в принципе, пригодные. Их не так давно меняли. Тут стоит NGK. А я взял DENSA. Вот, иридевые. В общем, сейчас поставим новые катушки. И дальше будем смотреть масла, фильтра и так далее. И будем пробовать заводить. Так, новые, новые, новые катушки. Они с серым таким этим изолятором. Сейчас покажу, как выглядят. Вот. Катушки фирмы Delphi. И вот у них вот такое же цветом покрытие, как на оригинальной. То есть, а вот эти катушки, они как бы черные почему-то вот здесь. Залито черным. А вот оригинальные. Вот. Получается. Похоже. Издалека. Но я говорю, что я узнавал и сказали, что по качеству эти катушки хорошие. Работать должны. Вот их 4 штуки. Полностью на одну сторону, чтобы она работала адекватно. Потому что я так подозреваю, и оригинальная устала катушка, и эти, которые были куплены уже, тоже подустали. Вот. Еще купили вот такую вот сегодня насадку на 9. Это на свежие BMW, на свежие Mercedes и откручивание тормозов. Крючки такие, но это мелочи. В общем, продолжаем делать. Так, ошибки. 8 ошибок по двигателю. Показывает. Но это старый пока. Чек пока горит. Сейчас попробую запустить. Удаляем. Пробуем заводить заново. Так, в общем, чуда не произошло. Машина по-прежнему. Сейчас покажу, как она работает. Вот так вот ее колбасит. Она работает не в так. Вот так колбасит, колбасит, колбасит. Соответственно, мы можем предположить, что надо менять все равно цепь и перебирать ваносы. Раз уж мы будем туда лезть, как говорится, поменяем цепь успокоителей и переберем ваносы. Вот такая вот ситуация. Такая вот боль владельца АМГ со 156-м мотором. Ну, ничего, сделаем. Мы, как говорится, не расстраиваемся. Трудности нас только закаляет. Трудности нас только закаляет. Это правда. Вот. Но ничего страшного. Это как раз такой пробег, на котором случается вот эта вот ситуация с цепью и с фаносами. Заложено, так сказать, производителями. И после того, как мы разобрали машину, поменяли все, что нужно было, ничего не изменилось. Как были ошибки по, получается, левой стороне или по правой. Я сейчас вот поставлю скрины от диагностики и вот такие были ошибки. В общем, мои наивные желания, мои наивные мечты, что я обойдусь малой кровью, что я обманул систему, купил АМГ за 700 тысяч рублей. Ну, как бы не оправдались. И мы начали думать, что делать дальше. Немного информации про первого болта. Я не хочу, конечно, сейчас поднимать тут срач, вывозить ссоры из-за сбыток, так сказать. Ну, я просто сделаю свой комментарий с болтом мы с первым не очень хорошо разошлись, как и со вторым, собственно говоря. Дальше про второго расскажу. Но, когда он начал ремонтировать мой Мерседес, я, честно говоря, был в шоке. Этот человек мне рассказывал, что он великий специалист, что он там знает все, умеет все, но по факту оказался жигулистом. Реально жигулистом, который даже не мог открутить катушку на Мерседесе. И вот сейчас вы увидите момент, когда он берет и ломает одно ухо на катушке, которое стоит почти 100 евро. Безусловно, из-за этого они не работают. Вон они прям вообще еле-еле с хрустом. То есть, оригинальная вообще хорошо вылезла. взял зубилов. А тут зубилом, просто приходится. Ну что, МГ чинится зубилом. Русским. Русским. Хотя он польский. Польский, да. А, вот она вообще. Что? Угу. В общем, этот первый болт смотрел на Мерседес этот, как на космический корабль, как на НЛО. НЛО, как правильно, я не знаю. И я уже, меня уже начали закрадываться мысли, что мне нужен новый механик. Я, конечно же, ничего никому не говорил, но понимал, что как бы нужен мне человек, который имеет опыт, имеет знания, не боится, ну и не сломает. Я начал параллельно уже искать человека, который смог бы мне сделать работы по мотору. И так, в общем-то, получается, что в декабре двадцатого года проект с Мерседесом я ему дал, кстати, кличку Кабан. Здорово, Кабан! А я смотрю, ты или не ты? Был заморожен. Мы дальше продолжили делать бусик. По бусику тоже выйдет серия. Наверное, это будет следующая серия, не знаю. Вот сейчас я записываю этот монолог, и я пока еще не знаю, сколько будет серий, какие они будут, какая последовательность. Но, после того, как мы с Мерседесом поняли, что у нас не получилось, с кондачка, так сказать, мы начали делать бусик. Бусик мы успешно доделали. Я сейчас, кстати, на нем езжу. Вот, и, собственно говоря, дело шло уже к весне. До начала мая Мерседес стоял перед гаражом. Периодически я его загонял, выгонял в гараж, чтобы он оттаял, потому что он был весь в снегу. У нас как раз была такая холодная зима, много снега. И появился болт номер два. Болт номер два. Поначалу, как говорится, начал за здравие, а закончил за упокой. Доделал бусика, который не доделал первый болт, бросил все и убежал, прихватив там мои всякие инструменты, запчасти из гаража. Ну ладно, об этом не будем. Кстати, может быть, расскажу об этом в телеграме более подробно, если вам будет интересно. У меня есть телеграм-канал, называется Будни Игоревича. И туда я буду всякую интересную инсайдерскую информацию сливать. Вот. Наверное, там сделаю отдельный какой-то ролик, расскажу, что именно было. У меня есть заснятое видео, как мы, так скажем, прощались с первым болтом. Вот. Но это ладно. Вот. Пришел второй болт, доделал мне бусика, доварил все. Мы все собрали по железу, по кузову, все отлично. И начали заниматься Мерседесом. Было принято решение вскрывать мотор. Ну что, подписчики, у нас начался глобальный ремонт моего Мерседеса, про который я уже вам немного вначале рассказал. Но сейчас еще расскажу, что у него, как говорится, болит. И что нужно будет в ближайшее время делать? Мы уже начали делать мотор. Значит, по мотору здесь нужно поменять цепь ГРМ, соответственно, с натяжителями, с как они, с башмаками. Здесь нужно будет поменять болты ГБЦ. вот они. Здесь стоит болт старого образца. Как отличить болты правильные от неправильных? Если болт, соответственно, с внутренней посадкой для ключа, это значит старого образца. А если болт как бы выпуклый, сейчас покажу на примере BMW-шного болта, если вот такой вот болт, то это уже значит болт нового образца, так сказать, новой ревизии. И вот на моей машине эти болты надо менять. А менять их нужно почему? Потому что заводской брак, заводской дефект, и сам Mercedes-Benz по отзывной компании их менял когда-то давно, но, не знаю, я, наверное, под эту компанию уже не попаду. Да, я и не хочу, на самом деле, доверять каким-то посторонним людям ремонт своего автомобиля, поэтому мы сделаем сами, раз уже мы полезли в мотор, мы это все устраним. Вот, соответственно, цепь, болты, посмотрим гидрокомпенсаторы по состоянию, да, сейчас я попробую один вытащить и посмотреть. Ну, это вроде бы еще ничего. вот, короче, полная дефектовка мотора, самая важная, самая важная проблема на этих моторах, это муфты, как их назвать-то, муфты ГРМ, муфты распредвалов, соответственно, кто-то их называет ваносы, в общем, вот они, эти муфты, они под определенными оборотами, под определенным давлением масла изменяют ход клапанов, вот, и какая в них проблема, значит, внутри, внутри этих муфт стоят вот такие вот шайбы, так называемые, да, и, соответственно, со временем у них происходит вот такая вот ситуация, вот это еще более-менее ничего, тут такой стоит железный штифт, я не знаю, если получится, я засниму именно сам процесс переборки, вот эти две муфты мы уже перебрали, вот, и из-за того, что получается такой износ, это заводской металл, он очень мягкий, и его хватает плюс-минус на 100 тысяч километров, если сильно сжиганить, может быть, даже быстрее, я купил через знакомых ребят новые вот эти вот шайбы, это сделал токарь, это производство Россия, металл в три раза прочнее, практически, да, вот, и вот так это должно все выглядеть в хорошем состоянии, то есть, вот изношенный, вот новый, вот, вот в эти два мы уже поставили новые детали, это вот старые, соответственно, вот, это вот основная, одна из основных проблем этих моторов, но есть еще, конечно, другие проблемы, про которые я буду постепенно рассказывать, ремонт этот достаточно дорогой, и если обращаться в какой-то сервис просто там типа приехал, отдал ключи, ребята, мне сделайте, то это очень дорого, при всем при этом, что машина относительно уже стоит недорого на сегодняшний момент, но ремонт может стоить, ну, если так делать все, вот, как я сказал, до половины стоимости, а это никто не делает, обычно, кто эти машины покупает, молодые какие-то пацаны, которые хотят погонять, ну, и, соответственно, гоняют они до определенного момента, пока у них мотор не заклинит, соответственно, вот, цепь, гидрокомпенсаторы, болты, муфты ВАНОС под переборку, дальше, посмотрим, в каком состоянии масляный насос, это очень важно для этого мотора, мотор большой, мотор, как бы, потребляет много масла, соответственно, ему нужно постоянное давление, посмотрим, какие-то моменты, которые, может быть, уже кто-то где-то лазил куда-то, разберем, наверное, впускной коллектор, посмотрим, ну, в общем, такая глобальная ревизия всего мотора, поменяем прокладки, сальники, пластмасски какие-то, вот начали разбирать уже, например, да, и на термостате сломался пластиковый такой, вот, я не знаю даже, как его назвать, пластиковый отвод для шланга, он просто сломался, потому что мотор теплонагруженный, мотор очень горячий всегда, и все резиновые, пластиковые детали приходят в негодность, и вот это как раз-таки тот пробег, когда нужно делать ревизию, опять же, вот, резиновый шланг, он уже превратился в пластиковый шланг, вот отсюда, идет сюда, он треснул, тоже под замену, и тут этих мелочей достаточно очень много, вот, я уже, перед тем, как, ну, мы залезли в мотор, я уже думал, что там катушки неисправные, свечи, поменял новые катушки, новые свечи, но не помогло, то есть, я думал, что это чисто из-за катушек, но, чудо не произошло, поэтому пришлось лезть в мотор, также, здесь есть проблема с гидроусилителем, иногда, почему-то, при заводке, гидроусилитель, не сразу начинает работать, возможно поменять масло, где-то какая-то утечка, возможно, где-то подсос воздуха, тоже будем разбираться, это по технической части, соответственно, дальше, будем смотреть, менять тормоза, по-моему, передние надо будет колодки менять, диски еще более-менее ничего, задние, вроде более-менее нормально, это вот по технической части, соответственно, замена всех жидкостей, масла, естественно, мотор, коробка редуктор гидроусилитель гидроподвеска здесь так гидроподвеска abc так называемая соответственно замена антифриза тормозу хии ну короче все все что есть жидкого в этой машине будет заменено это по технике дальше идем у нее случился град вот вы видите мы отметили здесь все вмятины которые образовались после града и есть еще на крыше вмятина их тут немного раз два три четыре на штук 10 максимум а на капоте их где-то 55 будем тоже сами делать и мы уже потренировались вот здесь вот три вмятины почти убрали купили специальный инструмент дальше я его наверное покажу вот но не буду делать эту серию технической буду делать все быстро показывать что вот уже как бы сделали то сделали это просто сейчас рассказываю что какие проблемы есть по машине так в основном наверное больше такого глобального ничего нет нужно будет заменить лобовое стекло она посеченная и есть сколы с трещиной вот это правое стекло пассажирская тоже вот имеет такую неприятную штуку она начинает вот расслаиваться если видно покажу вот здесь вот она начала начала расслаиваться потому что она двойное стекло здесь видно ну не знаю буду я его менять сразу либо потом посмотрим короче ну принципе стекло можно купить небольшая проблема их много в принципе продается можно стекло поставить и от обычного 500 какого-нибудь мерседеса по салону естественно будет detailing полный обработка кожи обработка всего всего все что есть потолок и так далее так далее далее а далее не буду рассказывать что еще буду делать колеса мне эти не очень нравятся колеса буду на на диске менять ну в общем потихоньку потихоньку сделаем до идеала поработаем с выхлопом а потом самое интересное будет с внешностью но вы это все увидите чуть дальше поэтому кому интересно эта машина не переключайтесь думаю что вам понравится это проект эта машина будет долго со мной я буду доводить ее до идеала делать под себя соответственно ну буду на ней ездить какое-то время и не один год это 6 и 3 это настоящая мг давно я его хотел купить два года искал два года мониторил ну и вот он у меня уже в гараже стоит через пару дней мы его соберем заведем мотор надеюсь что этот момент тоже за сниму первый пуск так сказать может быть три дня пройдет может быть четыре тут надо подкупить какие-то еще прокладки сальники но это вроде бы все есть у дилера в наличии так что проблем с этим не будет в общем кому интересно не переключайтесь и мы переносимся уже следующий эпизод как мы его заведем собственно говоря мы вместе вдвоем я тоже участвовал вот этими вот руками аккуратно все разобрали от дефектовали посмотрели что двигатель внутри то оказывается в идеальном состоянии цепь в принципе нормальная не растянутая задиров самое главное в цилиндрах вообще нету то есть мотор внутри просто классный я начал смотреть историю этого автомобиля понял что он всегда был оформлен на каких-то предприятиях то есть ну скорее всего владел владели им какие-то взрослые люди которые обеспеченные которые эту машину могли содержать ну и соответственно вот из этого исходя машинам досталось мне с живым мотором без задиров без каких-либо проблем я заказал полностью механизм грм цепь там натяжителей все такое полностью комплект всех прокладок все это оригинальное все это стоит не дешево самом-самом конце этой эпопеи я сделаю расклад по стоимости то есть за сколько я купил автомобиль и сколько вам не в итоге обошелся так вот начали разбирать в общем продолжается наш чудесный ремонт мг моего сейчас мы вместе с болтом сняли поддон и обнаружили здесь вот такие вот какие-то непонятные инородные предметы я даже не знаю что такое но это это пластмасса вообще не могу как бы понять откуда это пришло слушай но здесь вот есть и железячки смотри это уже железячки нет силикон силикон пластик что-то вот это вот это уже железка это как будто направляющая откуда-то замечательно там что еще это пластик вальчик сейчас магнитом все проверим ну давай в общем такие вот чудеса капиталку конечно делать не хочется но в принципе не так страшно на самом деле нет это может быть да да у них сделано все из такого говняного пластика на самом деле так что еще произошло за это время мы точнее болт но мы вместе как говорится умственной работой сделали себе съем вымерили внутренний диаметр это было сделать не просто чтобы снять втулки вот эти направляющие который на которой одевается звезды верхние и вот у нас такой есть прибор это съемник мы его сами сделали соответственно можем за недорого продаем продать нашу разработку для тех кто будет ремонтировать 156 мотора мг да на самом деле все можно починить главное немножко терпения да у нас тут прошло пару дней еще мы чуть-чуть как бы не по графику идем но зато все аккуратно это даже не железо получается типа латуни латуневая она даже не болтик ли это нет нет но она даже не магнитится это что-то латунное похоже не понял это мне кажется направляет это пластик понятно слушай но не так все страшно то есть вот там я так понимаю в том углу где ничего нет ничего нет нет маленькие крошечки вот наверно вот от этой фигни это износ то нормально без нас были были бы большие этот мы потом выпрямим до подошв подошек короче чтобы снять этот поддон он очень сильно был приклеен на гермет пришлось вот немного тут замять уголок один отвертками ну а что делать на не снятом моторик гораздо а и здесь да на не снятом моторик гораздо сложнее все снимать поэтому вот таким полу колхозным методом слушая вот этого что наверху лежит смотри блестит или это мне кажется это есть силиконки на силикон в общем поддон естественно выпрямиться в плоскость помоется очиститься от герметика стол запчастями в общем вот такая-то на ситуация все разложено красиво все чисто вот это все отмыто эти исполнительные механизмы ваннас так называемые крышки еще будут мыться прокладки заказали болты новые заказали все как бы все что нужно все что нужно все есть в общем как бы вместо трех дней как я говорил конечно получается подольше но я говорю лучше как бы медленно но верно осталось скинуть вот эту переднюю крышку и уже будет доступ к спадом и 5 болтов надо откручивать чтобы ее скинуть снимать да в общем чтобы снять переднюю крышку надо снимать вот этот железный поддон чтобы добраться до вот этих вот болтов которые вот они отливы показаны их там пять штук соответственно снять нужно генератор за генератором есть натяжитель цепи гидравлический вот такой тоже мы его помоем почистим чтобы он нормально работал на работу это четко до масло с на этом не бежит в общем под давлением маслом натягивает ну да как только заводишь простая конструкция в то же время надежно ну тоже промоем прочесть в общем вот такой как бы ремонт я не хочу конечно углубляться ребята вы именно в техническую часть не знаю может быть отдельным видео сделаем может быть на другом канале заведем болту канал если что пишите в комментариях было бы интересно именно вот прям подробно все дотошно показать как все тут откручивается и так далее так далее потому что мануалов можно достать сегодня даже в россию звонили по мануалам да они сами не могут еще найти это двигатели редкие в россии даже хотя их там принципе ездит больше чем здесь у нас ну да mercedes короче охраняет свои мануалы на любую машину можно зайти там плюс-минус там платно или там условно бесплатно найти какую-то информацию по этим по mercedes вообще там сложно все это ставится программы весят там 50 гигабайт блин но я вроде бы нашел сегодня буду ставить посмотрю получится ли нет я еще кстати купил камеру эндоскоп вай-фай на и чуть чуть дальше я хочу заглянуть цилиндрах и совсем окончательно расстроиться если там у меня за задиры или нет но если там задиров нет то это прям будет а ты все надеешься что там задиров не да вот они кольца поршневые вот меня просто успокаивает да это пластмасса не бойся сейчас сейчас сам уже ночью соберет чемодан и свалит вот короче не на самом деле пластмасса да ну не магнит реально вот такой вот но это можно сказать глобальный ремонт потому что устраняется все косяки которые я уже говорил разорания теперь уже можно будет ездить спокойно там 100000 мне кажется про этом при должном обслуживании все на этом сейчас пока заканчиваю и будем делать эндоскопию цилиндров ну что вот такой прогресс у нас на сегодняшний день крышка передняя снята теперь есть хороший подход к цепи сейчас мы аккуратненько и и извлечем и на ее место поставим новую поставим также новые вот эти башмаки натяжители весь комплект уже давно-давно лежит в багажнике вот и соответственно заглянем в цилиндры как я и говорил посмотрим какие там задиры если они есть вот если их нет то это будет вообще супер подготавливаем все запчасти все помоем почистим кое-что уже помыто все разложим красиво и потихоньку будем собирать надеюсь что на днях он уже запустится и будет будет нас ездить на своих колесах все дефектовали и соответственно были заказаны запчасти сегодня забрал первую партию запчастей для мг для мерседеса кстати говоря получается все не так дорого как я думал покупая все оригинальное покупая все у официального дилера и в принципе ну там не делают небольшую скидку там порядка пяти семи процентов но в принципе нормально получается вот в конце в конце видео подведу итог и скажу сколько на данном этапе в этой серии мне получается этот мерседес сколько он выходит по деньгам думаю что многим будет интересно кто захочет в дальнейшем или может быть кто уже сейчас владеет таким автомобилем сравнить цены или просто узнать на будущее если вы хотите присматривайтесь именно к такому автомобиля ну как бы конечно это не не как на жигулях или как на каком-нибудь там корейском японском автомобиле но не так дорого как как все пугают ой дорого 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 просто если вы хотите у вас появились мысли купить такой автомобиль значит у вас в принципе по гипотетически есть некие финансовые ресурсы за которые можно покупать запчасти но это опять же повторяюсь что это это ремонт это ну скажем почти не запланировано было чуть дальше расскажу что у нас там вылезло по мотору и все-таки решили скинуть головы поменять прокладки поменять прокладки под впуском под выпуском ну в общем чтобы просто уже потом не залазить и ездить хотя бы 50 60 тысяч без каких-либо вмешательств вообще в мотор вот на данном этапе пока так а дальше посмотрим я снова в нашем чудесном гараже амг вот чем забрал вы видели прокладки это прокладки для впускного коллектора прокладки для выпускного коллектора прокладки под гбц головки блока цилиндров значит здесь новые болты гбц это уже новая ревизия значит вот они такие вот выпуклые до старые были наоборот как говорится в пуклы чтобы ну внутренняя головка в не вставлялась там еще прокладки под клапанные крышки прокладки под исполнительные механизмы ваннас прокладки под помпу прокладки под термостат два болта у нас там слезала тоже купил ну в общем все что нужно купил значит хронология событий такого изначально меня терзали смутные сомнения как говорится менять болты не не менять я обратился к дилеру и по веномер машины мне сказали что вот на моем году и месяце выпуска болты стоят нормальные по ним отзывной компании не было вот но так как мы уже разобрали мотор и я все это время можно сказать так что спал беспокойно все время думал про эти болты менять и менять менять не менять и потом я все-таки решил что надо менять потому что но уже мы разобрали пол мотора открутить 20 болтов поднять головки поставить новые прокладки это тоже кстати плюсом будет и поменять эти болты соответственно тоже прокладки под впуск все это почистить помыть потому что здесь вот все в таком состоянии за много лет уже тут много грязи всякой образовалась вот привести в порядок также поставить прокладки под выпускные коллектора потому что они тоже имеет свойства со временем прогорать машина нагруженная тепло нагруженная мощная быстрая ну соответственно из этого вытекает что есть износ вот поэтому мы сейчас уже с болтом открутили болты 20 штук вот они вот они такие вот здесь я не знаю видно не видно будет сейчас подключу покажу вот они просто я и говорил что это вот болты старой ревизии изначально завода они выпускались с такими болтами мы их сейчас расслабили вот дальше болт все аккуратно выкрутит снимет головы поставим новые прокладки все протянем по мануалу ну и соответственно уже будем финально собирать осталось купить только вот одну прокладку и не было в наличии она стоит вообще что-то копейки какие-то семь евро всего эта прокладка под корпус масляного фильтра вот сюда она ставится вот ее не было в наличии и будет она только через два дня вот все остальные детали помыли почистили помпа термостат кстати с термостатом у нас такая ситуация не помню говорил не говорил у нас обломала вот этот вот штуцер термостат стоит новый у нас порядка 120 130 евро но только из-за штуцера менять он сам сам хороший то есть только из-за штуцера менять этот термостат смысла нет поэтому мы аккуратно вот эту пластмасску высверлим сделаем туда резьбу и поставим латунный штуцер который будет вечный вот то есть это не это небольшие доработки остальное все помыли почистили но ваннасы перебрали само собой пластины я уже показывал исполнительные механизмы ваннасов тоже помыли почистили все как бы все круто все хорошо пока все хорошо значит по форсункам открыли форсунки форсунки вот в таком состоянии и решили их тоже почистить помыть продуть тоже не помешает потому что для такого мотора очень будет заметно если какая-то одна форсунка будет работать некорректно ну и соответственно это может закончиться плачевно детонациями там и так далее то есть но будет перелив как бы поэтому надо форсунки будет промыть проверить не знаю будем ли мы это делать сами в гараже либо я их куда-то отвезу в общем еще пока не решил ну в процессе все как бы разберемся вот такие дела на сегодняшний день поэтому приступаем обратно к сборке значит по поводу вопросов в инстаграме кстати подписывайтесь на мой инстаграм все там ссылки внизу если у нас набор у нас набор есть это специальный набор для именно мотора 156 и 159 это фиксаторы распредвалов это фиксаторы самих муфт ванас и это плашки для выставления зажигания то есть в общем потом все наверное покажу если я буду здесь вот это тоже фиксатор с задней стороны волок вот принципе смотрите такая ситуация что я сначала думал что общем все безумно безумно дорого но если все делать с умом где-то там можно что-то со скидкой получить где-то там сэкономить где-то какой-то лайфхак например вот как с этим термостатом вот то в принципе можно сэкономить приличную сумму денег и опять же если делать самому в гараже ну там самому с другом да это не быстро получилось по итогу потому что аккуратно надо все делать чтобы не сломать любая деталь алюминиевая новая стоит космос бы уж ну надо будет долго ждать но в общем все можно сделать но только надо быть аккуратным да кстати голову тоже помоем почистим и будем собирать обратно еще на моем моторе точнее на моем автомобиле стоит вот такой вот двухконтурный гидроусилителя насос и я на самом деле обрадовался что он именно такой модификации потому что на них стоят иногда электрические гидроусилители и там насос стоит новый порядка ну там тысяч 1200 1300 евро вот такой насос на ebay новый стоит 220 евро то есть либо его можно будет перебрать у нас есть компании которая занимается гидравликой стоит это не так дорого так что по технике я надеюсь основное мы все сделаем машина еще будет долго долго ездить и счастлива я буду на ней кайфовать я собираюсь на ней поехать далеко куда-нибудь прокатиться в какой тур пробег вот потом буду заниматься внешкой но это уже в следующей серии в этой серии покажу еще как мы ее заведем и как я на ней нормально так сказать навалю первые километра буду снимать прям сразу с первого дубля свою реакцию потому что до этого момента он ехал вообще но он не ехал он его трясло как не знаю как 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 кого по моему у меня есть запись где-то сейчас найду вставлю если не ставлю вот надо будет также поменять резину стоит зимняя резина машина была куплена в октябре соответственно перед зимой я поставил вообще абсолютно новую резину но это не так и не проехал нисколько там 20 километров максимум надо будет летнюю резину поставить новую зимнюю убрать не знаю буду ли я на нем ездить зимой зимой на нем ездить очень как бы ну не просто с одной стороны потому что мощная машина и жалко ну пас посолям его гонять не знаю летом весной летом осенью точно буду ездить на нем постоянно как бы машина куплена как машина каждого Каждодневного использования Вот такие вот дела На сегодняшний день Не переключайтесь Думаю будет что интересно Тихо идет запись Ну что ребята прошло еще несколько часов Мотор Вот выглядит теперь таким образом Головки сняты Мы тут с болтом Совместно можно сказать их разобрали Ну вместе открутили болты А он уже один потом Вытаскивал головки отсюда И как говорится Освободил место Значит что хочу сказать Очень мне повезло В принципе с мотором Хоть в чем то можно сказать повезло Я переживал что есть задиры Но задиров в двигателе Нету Вообще Ну вот то есть те цилиндры Которые приопущены В них вообще все идеально Просто зеркало Минимальные какие то есть царапины Там еле-еле заметные Но Так вообще зеркало Насыпало конечно чуть-чуть грязи Сейчас мы это все там продуем Прочистим И даже в принципе нагара Практически на поршнях Ну вот на этой стороне вообще Минимально Здесь Чуть-чуть больше Но тоже нормально То есть нагара практически нет Все Сейчас заново Собираем Очищаем блок Кидаем новые прокладки И собираем головы обратно Предварительно все Помыв чуть-чуть Итак Дневник Ремонта Мерседеса Собрали головы Обтянули Поставили правильно цепь Все крутится легко Не закусывает Все болты сошлись Все сделали по уму По программе Нужным моментом затянули В 5 этапов В общем все Как по инструкции Дальше идем Тут у нас кружок Умелые ручки Соответственно Вот он термостат У которого Вот этот вот пластиковый Я не знаю Как это сказать Пластиковый Крепеж Штуцер Обломился Поехал в Хозяйственный магазин Купил вот такой штуцер Мы под него Нарезали резьбу И поставим его На фиксатор резьбы И проблема Это будет решена Раз и навсегда То есть Новый стоит дорого Его просто нет смысла Покупать Только из-за этой Неисправности Штуцер отдельно Не продают Специально Чтобы покупали Целиком запчасть Дальше Сегодня надеюсь я Надеюсь я или нет Что мы его хотя бы запустим Ладно уж не поедем Хотя бы запустим И Все будет нормально Ничего не захрустит Не застучит Ну посмотрим Наверное все будет нормально Потому что очень аккуратно Собирали все Три раза смотрели Думали Изучали Протягивали Должно все быть Работать нормально Тут будут Какие трудности Например затянуть Вот этот вот Передний Шкив Вот этот шкив Тоже затянуть Потому что это все вращается Это надо как-то стопорить Ну найдем решение Есть Всякие разные лайфхаки Показывать я их Конечно же не буду Эта серия Не техническая Это просто так Скорее всего Я для памяти Для общей картины Происходящего Снимаю Возможно Дальше Сделаю какое-то Отдельное видео И Возможно На другом канале Об этом чуть дальше Скажем Если все это будет У нас Реализовано Возможно Сделаем Отдельный канал Для болта Сделаем или нет Может быть Он и не болт Будет называться А как-то по-другому Ну короче Смысл такой Что будут Какие-то видосы Которые Не по моему формату Вот Соответственно Ну что Идет дальше Сборка Купил сегодня Антифриза Все прокладки Недостающие Тоже забрал У дилера Новые Вот они лежат Все болтики Все гаечки Есть А Есть еще Вот такой Как бы Косяк Но уже Как бы Уже долго ждать Наверное Будет Вот этот болт Один Это болт На выхлоп Прикрепляет Выхлоп К штанам К коллектору Вот он Не очень Такой Как бы Красивый Но вроде Головка его Нормально Держит На закрутку Но на открутку Уже будет Наверное Проблема Придется Мудрить Пилить Вот Но уже Как бы Нет времени Хочется Быстрее Запустить Собрать Освободить Гараж Ну в общем Такая ситуация Чтобы было Как бы Понимание Что у нас тут Происходит Сегодня Дальше Надеюсь Что мы Будем Запускать Запчасти Все приехали Достаточно Быстро Собрали Двигатель И как Вы думаете Что Чудо Не произошло Те же Самые Ошибки Те же Самые Симптомы Трясется Горит Чек Энжин В общем Руки Начали Опускаться Реально Я уже Даже Не знал Что делать Пытался Где-то В интернете Найти Информацию Но Никто Толком Ничего Не говорил Есть Пару Блогеров В ютубе Которые Эти моторы Ремонтировали Один мужичок Какой-то По-моему Араб А один Есть русский Вот С русским Мы пообщались Он мне Прислал Информацию То есть Мы пробовали То что он Прислал Ничего Не получалось Я купил Специальный Прибор Для фиксирования Валов Потому что При сборке Такого Двигателя Нужен Специнструмент Там специальный Инструмент Чтобы Взвести Вот эти Ваносы Шестеренки Ваносов Короче Ничего Не помогло Дальше Я не помню Кто Подсказал Мне Что это Проблема Скорее всего С электроникой Проблема С мозгами Потому что Такая же Проблема У меня Была С моей Белой БМВ Белую БМВ Я Тоже Наверное Покажу На этом Канале Короче Покажу Все Свои Машины Которые Сейчас У меня Есть А у У меня Их Что-то Как-то Много Скопилось У меня Сейчас Две БМВ Одна БМВ Пятерка Другая Ик Шестая С мотором 4.4 Битурбо В общем Покажу Ну и Собственно Говоря Что Я начал Идти По ложному Пути Уже Забегая Вперед Рассказываю Вам Я думал Что у меня Проблема С мозгами Я в Германии Заказал Полный Комплект Ключи Мозги Замок Зажигания От такого же Мерседес АМГ Там Хитрые Очень Мозги Определенный Номер Только Подходит Блока Долго Долго Искал В общем 450 Евро Купил Это все В Германии Получил Отдал Мастеру Который Занимается Там Перепайкой Перекодировкой Он Мне Это все Сделал И Ничего Не Помогло Короче Куча Эвакуаторов Туда Сюда Постоянно Я возил Этот Мерседес К одному Мастеру Ко второму Мастеру К третьему Мастеру В Литве С этими Машинами Работают Мало Они Уже Считаются Ну Как бы Раритетные Старые Ну И плюс Никаких Обращений С подобным Ни у кого Не было Там В основном Битые Машины Привозят Делают Их И продают А так Кто-то Чтобы Заморачивался С восстановлением Старых АМГ Такого Нет Вот Поэтому Опять Не прокатило Опять Не получилось Вот Собственно Говоря Начали Думать Что делать Дальше Опачки Это снова Я И я Снова Еду В гараж К Мерседесу Цель 63 АМГ Что у меня Есть интересного Сейчас Покажу У меня Мозг Который Побывал В руках Одного Умелого Мастера И Прямо Сейчас Я Еду В гараж И буду Проверять Помогло Не помогло Надеюсь Что помогло Если Поможет Расскажу Подробнее Что было Что делали Зачем Сколько стоит И так далее Так В общем Чудо Не произошло Машина Также Троит Работает На половинке Мотора И Те же ошибки Показывает Поэтому Завтра Я покупаю Другой Комп Такие Дела Ну что Ребята Час Икс Этот компьютер Уже Переписан На мою машину Это старый От нее Собственно говоря Забрал Только что От мастера И И соответственно Вот Надеюсь Что сейчас Мы его заведем Так Ну что Друзья Чудо Не произошло Машина Не заводится В общем Так блок Все видит Зажигание Включает Никаких Ошибок Нет Но При повороте Ключа Стартер Не срабатывает Я не знаю Может конечно Стартер Неисправен Но до этого Он момента Крутил Плохенько Но крутил Хотя бы Он должен Щелкать По идее Если там Какой-то Втягивающий Не втягивающий В общем Блок Стоит на месте И Сейчас Как бы Это не смешно Не звучало Машина Отправляется В автосервис Ну вот Поэтому Будем заниматься Другим бизнесом Канал тоже Закрываем Все Машина Как бы Не заводится Поэтому дальше Смысла с ней Заниматься нет И Все остальные Машины тоже Ремонтировать Не будем Долго Очень все это Длится Поэтому Такие дела Ладно Это как бы Все шутки Конечно Но Договорился С другим мастером Который занимается Очень много Лет Мерседесами И он мне сказал Что Да я Да я Да я Да я Ну посмотрим В общем Пока такая ситуация Быстро я ехал Радостный Думаю Ну все Сейчас заведем Сейчас все получится Но нифига Поэтому Встретимся уже В следующем Эпизоде Надеюсь Что На заведенном двигателе Когда куплю BMW Когда куплю BMW Не Когда куплю Volvo Дизельную Дизельную В общем Вот Как бы так Не знаю Что ей даже сказать Все Переключаемся В следующий День Так В общем Приехал к нам Эвакуатор Я вот Не знаю Задние Колеса Заедут А передние Как Надо бы Смотреть Пока Смотреть Смотреть Все Смотреть Не ДВ Так Смотреть На дерев Чтобы иск Норм 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 Субтитры сделал DimaTorzok Если бы вы знали, сколько я времени провел в гараже с этим Mercedes, это просто, не знаю, два месяца, наверное, не вылазя, если все сложить, все вместе. Я оставался и ночами, я там и на выходных торчал с ним, попробовал разные варианты, перепрошивали, диагностировали, стирали ошибки, меняли мозги, короче, все делали. Но один мастер, правда, электронщик, мне сказал, у тебя механическая проблема. Это вот был последний мастер, который проверил все, все датчики, все-все-все. И он говорит, у тебя механическая проблема. Мы разобрали, собрали мотор, наверное, раз 10 полностью. Ну, то есть, снимали распредвалы, замеряли, смотрели. Короче, ничего не помогало. Ванасы мы перебирали, но один раз их собрали, поставили, ну и больше в них не лазили. Один мой подписчик подсказал мне сервис, где занимаются ребята Mercedes. Они раньше работали на официальном дилере, и у них есть все необходимое оборудование. Есть официальная диагностика, стар. И, типа, обращайся к ним, они тебе точно машину сделают. Приехав к ним, поговорив немного, я у них спрашиваю, говорю, вы когда-нибудь 156-й мотор делали? Они говорят, да, делали. Я говорю, хорошо, у вас специнструмент есть? Они говорят, на этот именно мотор нет, но мы, типа, берем в аренду, в прокат. Я говорю, у меня есть, кстати, забыл рассказать, по поводу инструмента из Китая. Какой-то мне, не помню кто, а, по-моему, вот этот вот блогер из русского ютуба, мне сказал, что, говорит, если ты купил китайский набор, то, типа, он неправильный, он неправильно выставляет валы. И тем самым сбил меня опять, послав по ложному следу. Я уже, там, пытался взять в аренду другой инструмент, взял его, но он абсолютно такой же. Мы его замеряли, там, короче, делали. В общем, сколько было с этим Мерседесом произведено всяких работ, я теперь, вот, реально, профи по этому мотору, по 156-му, могу его с закрытыми глазами разобрать и с закрытыми глазами собрать. Вот. Я к ним приехал, говорю, у меня есть набор, но кто-то мне сказал, что он там чего-то не такой. Вот. Возможно, что, ну, я его вам, короче, готов дать. Они говорят, давай, привози свою машину, привози свой набор, мы посмотрим, ну и там решим. И, собственно говоря, я привез в один прекрасный пятничный вечер автомобиль. Они говорят, мы, естественно, в выходные не работаем, давай мы тебе там через неделю позвоним. В понедельник вечером мне звонит мастер и говорит мне волшебные слова, говорит, приезжай и забирай. Я говорю, вы сделали машину? Он говорит, ну, приедешь, посмотришь, короче. Итак, господа, этот день настал. Только что мне позвонили из сервиса, куда я оставил Мерседес. Где он простоял еще две недели. И сообщили, в общем, радостную новость, которая звучала так. Приезжай, забирай. Вот. Как я уже изначально говорил, ребята мне сразу на входе сказали, что, типа, не ссы, все сделаем. И сдержали свое слово. Я не знаю, пока я еще не видел машину. Забрать я ее сегодня не смогу, потому что я нахожусь в дороге. Я работаю. Вот. Но я надеюсь, когда я машину заберу, я сниму вам этот момент. Так что, следующий этап, следующее включение, это будет уже непосредственно, когда я буду, не знаю, разрешат мне снимать, либо я сам захочу снимать, посмотрим. В общем, когда я машину заберу, я все расскажу дальше. Так что не переключайтесь, сериал продолжается. Ну и что, я уже еду. настроенный, что с Мерседесом ничего не получилось. Захожу в сервис. Мастер на меня смотрит, улыбается, говорит, мы все сделали. Дает мне ключи, говорит, иди проверяй. Я сажусь в машину, завожу и просто офигеваю. Работает ровно. Можно ставить вот так вот копеечку, как обычно, на V8 ставят. Ничего не трясется, чех не горит. Параллельно они мне порекомендовали поменять полностью всю систему охлаждения, шланги, новый радиатор поставить, все крепления. Еще что-то мы меняли. А, по-моему, мы меняли термостат, помпу. Ну, в общем, короче, с системой охлаждения была проблемой. Ну что, радостный момент. Состоялась выписка. Чек не горит. Все цилиндры работают. В общем, вот тут лежит счет. Я вам в самом-самом конце этой эпопеи, я не знаю, насколько это растянется, там будет сериал, какая-то серия уже по счету. Но я вам все в конце расскажу. Сколько стоило, сколько ждал, все подробно. В общем, но есть еще много-много разных мелочей. Например, из простого. Просил ребят сделать, ну, колесо подкачать. Ну, ладно, хрен с ним. Точнее, не подкачать, а сделать, чтобы оно не спускало. Ладно, хрен с ним, не сделали. Как бы, это уже такая мелочь. Сейчас поеду, сам сделаю это колесо. Ну, вот. И надо, во-первых, помыть салон. В салоне просто можно картошку рассажать. Не та машина, как бы, чтобы был такой салон. Не знаю, у меня сейчас такие смешанные эмоции. Вот, я и как бы рад, и не верю. И, короче, блин. Еще столько всего надо тут сделать. И дальше вам покажу, что по кузову надо сделать. В общем, блин, короче. Я не знаю. Я не верю. Ладно, двигаемся дальше. Самое интересное нас ждет впереди. И, в общем-то, самая большая часть эпопеи была закончена. И я, наконец-то, начал ездить на своем Мерседесе. Это просто было, не знаю, это такое событие было, как будто я купил себе новый Мерседес, какой-то АМГ. Просто 2021 года. И я так кайфовал от него. Он просто круто едет. Дальше я вам все расскажу. А сейчас я вам расскажу, как и почему эта машина была продана. В России очень много таких дорогих машин покупают для того, чтобы их запускать по страховой, так скажем. Их бьют специально, предварительно ставя на них какие-то детали поврежденные, там, битые фары ставят, там, битые бампера, битые крылья. Имитируют аварию, короче. Получают деньги со страховой компании. И тем самым зарабатывают многократно. То есть раз 5-6 ее бьют, потом ее просто продают вот за дешево. Поэтому была такая цена. Собственно говоря, девушка эта занималась такой вот деятельностью. У нее были другие машины. Я не буду говорить, кто это, где это, что это. Но, в общем, есть такое вот. Поэтому вы видели, в каком состоянии достался мне Мерседес. Он весь был переклеенный, бампер там, перештукатуренный и так далее, так далее. И следующим этапом мне предстояло заняться внешкой. А на сегодня, наверное, в этой серии и все. Я думаю, что мы посмотрим, как эта серия наберет просмотры, наберет лайки, комментарии. Если кому-то дальше будет интересно посмотреть, то я выпущу вторую серию. Постараюсь прямо в ближайшее время. Там реально есть, что рассказать. Там очень было много всего интересного. Первое, как я делал кузовные работы. Второе, куда дальше я на этом автомобиле ездил. В общем, много-много чего интересного. Это прям такая жизненная история получается. Думаю, что должно всем понравиться. Спасибо большое, что посмотрели эту первую серию про покупку моего автомобиля мечты. Мерседес АМГ, CL63. С мотором 6,2 литра, 525 лошадей. V8. Задний привод. Жду вас в новом видео. Не забываем ставить лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на телеграм, на мои все соцсети. Там вот внизу в описании все есть. И в закрепленном комментарии. До встречи. Всем пока. Ну что, Мерседес отправляется в кузовной ремонт. Что, снимаешь? Да, я снимаю, конечно. Надпись Мерседес Бенз. Так, ну что, меня, короче, тормозят копы.